МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире полезная программа. С вами Елена Белова. И сегодня поговорим о том, как в буквальном смысле взяться за роль. Если точнее, то тема очередного выпуска – получение водительского удостоверения. Не пропустите прямо сейчас. Год, три или десять. От чего зависит срок действия прав на управление авто? Попытка номер два. Как быть, если с первого раза сдать экзамен не удалось? И какие самые распространенные ошибки допускают будущие водители? Дорогу осилит идущий, гласит всем известная старинная поговорка. Но очевидно, что куда быстрее преодолеть расстояние можно на автомобиле. И хотя кажется, что путь к получению водительского удостоверения долгий и непростой, главное – сделать первый шаг, а именно определиться с видом транспорта, с рулем которого вы планируете передвигаться. Водительские удостоверения делятся на следующие категории. Это водительские удостоверения на транспортное средство, управление мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств. Также трава и троллейбусы туда входят. И следующая категория – это самоходные машины, которыми относятся трактора, водительские удостоверения, так называемые трактористов-машинистов. И третья категория – это международные водительские удостоверения, которыми пользуются в большей своей степени водители-профессионалы, осуществляющие перевозки грузов, ну и в том числе любой гражданин, имея желание, может его получить. Ну что, определились? Тогда предлагаю не медлить и как можно скорее записаться в автошколу. Записаться можно онлайн, можно записаться по телефону. При себе надо иметь ксерокопию паспорта, три любые цветные фотографии, ну и медсправка. Водительское удостоверение можно получить с 18 лет. Соответственно, прошли медкомиссию, получили медсправку, приходите к нам, заключаем договор, выбираете, у нас много классов есть, выбираете, какой удобнее. Утренние группы, дневные, выходного дня, вечерние, пожалуйста, заключайте договора, приходите, учитесь. 220 часов всего, 170 теория, 50 практики. В среднем обучение длится не меньше трех месяцев, но все зависит от выбранного вами вида класса. И, к слову, практические занятия сегодня можно проходить как на автомобиле с механической коробкой передач, так и с автоматической. А в чем же разница и как подобрать оптимальный для себя вариант, опытные преподаватели знают не понаслышке. Если я получил водительское удостоверение на механической трансмиссии, то я могу управлять и как механикой, так и автоматом. А если я только на автомате сдал, то только автоматом могу управлять. Сзади водительского удостоверения ставится пометка, что это автомат. Ну, любой инспектор ГАИ, когда останавливают, он увидит, что это только коробка автомат. Ну, как я наблюдаю, все равно большинство идет учиться на механику для того, чтобы в будущем можно было управлять любой машиной. Как и механикой, так и автоматом. Те же, кому не хватило водительской практики в ходе обучения, могут взять дополнительные занятия с инструктором. Стоимость, очевидно, в каждой автошколе отличается. Но будьте уверены, везде работают профессионалы. И если вы будете максимально внимательным и ответственным учеником, то экзамены не станут проблемой. В автошколе нужно сдать по теории экзамен и по вождению. На площадке нужно сдать и по городу проехать. 30 вопросов нужно, то есть 3 билета по 10. И в каждом билете можно допустить по одной ошибке. На площадке нужно сдать много-много элементов. На каждый элемент дается 2 попытки. Если все удачно, то человек допущен до города. В городе проезд перекрестков регулируемых, нерегулируемых, повороты налево, направо, остановки, развороты. Если все хорошо, человек допускает максимум 2 ошибки. Допускается в горе. Но иногда процесс получения долгожданного водительского удостоверения может затянуться. И здесь, говорят уже наученные опытом инструкторы, причин немало. От банальной лени до волнения и стресса. Но многое зависит, конечно, уже от человека. У нас сегодня бы огромная проблема. Люди очень плохо сдают теорию в автошколе. Соответственно, если они не сдают теорию, они ее не посещают. И мы не допускаем их к вождению. Соответственно, когда они закрывают все свои хвостики, долги по теории, после чего начинают уже кататься. Как правило, люди не сдают, потому что торопятся. Никто ж не торопит. Едь спокойно, смотри на знаки, смотри за дорогой. Инспекторов ГАИ подают заранее команды. Куда повернуть? Где повернуть? Невнимательность тоже влияет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же уверены, что у вас таких ситуаций не возникнет. Поэтому после успешной сдачи экзаменов в автошколе вы непременно отправитесь в ГАИ. Впрочем, сделать это можно двумя способами. Первое – это когда человек записывается на сдачу в ГАИ в составе сформированной группы, в составе группы автошколы, после прохождения соответствующего обучения в этой автошколе. Документы этих списков групп учащихся сформироваются в автошколы и подаются в регистрационное экзаменационное подразделение по месту нахождения автошколы, где указывается определенный перечень сведений по гражданину, который намеревается сдавать на право управления, и перечень документов, который необходим для осуществления данной процедуры. После чего уже подразделением госавтоинспекции назначается дата и место сдачи квалифицированных экзаменов. И следующий вид этой категории – это когда на сдачу экзаменов гражданин обращается уже непосредственно напрямую после обучения в автошколе в регистрационное экзаменационное подразделение и подает самостоятельно установленный перечень документов. И здесь, опять же, каждый выбирает сам либо записываться на сдачу экзамена по месту регистрации, либо по месту нахождения автошколы, где проходило обучение. Главное – захватить с собой все необходимые документы. Это, естественно, заявление, соответствующие оплаты выполнить, по ним мы в базе ИРИП проверяем наличие. Также документы, удостоверяющие личность гражданина, ID-карта, паспорт и уже в зависимости от того или иного документа будет сверяться его место регистрации, фактическое нахождение, пребывание. И, соответственно, сертификат, документ, подтверждающий о подготовке, переподготовке в автошколе, который ему выдали. И после назначается дата экзамена. Состоит он по уже сложившейся традиции из знакомых нам блоков – теория и практика. Проводится экзамен в городе Минске посредством использования автоматизированной системы, по которой на время 15 минут гражданин выполняет теоретический экзамен и сдаёт 10 вопросов. Таким образом, вы становитесь ещё на шаг ближе к заветному званию водитель. По аналогии с уже пройденным экзаменом в автошколе, за теорией следует практика. Практическая часть начинается с автодрома, с прохождением и выполнением элементов на закрытой площадке, специально оборудованной. Есть классификация ошибок. И уже с учётом допущенных ошибок у курсанта имеется определённый набор баллов, по результатам которого принимается решение по прохождению практического экзамена. После осуществления сдачи практического экзамена на автодроме он осуществляет сдачу в городе непосредственно с инструктором. Там проходит сдача по аналогии, по соответствии с классификацией и существующими ошибками прислаивается ему определённый набор баллов. Если же, скажем так, курсанту сдать с первого раза экзамен не удалось, следующая попытка, возможно, не ранее, чем через 10 суток. Впрочем, затягивать с пересдачей госавтоинспекторы не рекомендуют, потому как спустя определённое количество месяцев вновь придётся пройти теоретическое испытание. Да и что называется, лучше не терять навык. Опять же, все последующие попытки, это уже платные. Понятно, что осуществление сдачи практического теоретического экзамена уже происходить будет не в составе группы автошколы. Стоимость пересдачи, а также всевозможные способы оплат представлены в каждом регистрационно-экзаменационном подразделении ГАИ. Если же вы решили воспользоваться сервисом ЕРИП, то сумма будет выставлена автоматически. Я же уверена, что проблем с экзаменами и, соответственно, с получением водительского удостоверения у вас не возникнет. Стоит отметить, что фото на документ с собой приносить не надо. Стражи дорог заранее предусмотрели этот момент и сделали всё, чтобы сэкономить ваше время. На месте установлены оборудованные специальные фотокабинки, в которые гражданин присаживается и осуществляется его фотографирование для выдачи документов. Ну и уже, естественно, срок действия наступает с момента выдачи 10 лет. Чтобы гражданин не забывал, срок действия водительского удостоверения указан дополнительно на самом водительском удостоверении. В том числе по международным водительским удостоверениям срок действия составляет 3 года. Если у нас учится иностранец, у него вид на жительство, так? Вид на жительство у него, к примеру, на год. И тогда водительское выдаётся ему на этот год. У него заканчивается вид на жительство, у него заканчивается срок действия водительского удостоверения. То есть идёт, меняет, опять же, продлевает срок действия вида на жительство или регистрация, что там у них, и опять идет, меняет водительское удостоверение. Опять же, на этот срок. Надеюсь, сегодня мы развеяли все ваши страхи и мифы о сложностях получения водительского удостоверения. А значит, многие из вас уже записались в автошколы. Я же желаю вам как можно скорее получить права и ощутить все прелести передвижения за рулем авто. Пусть ваша дорога всегда будет покрыта чудесами, и ничего вас не огорчает в пути. Редактор субтитров А.Семкин